Здравствуйте! На стенде компании HT Inc. на SecurityChina 2012 мы увидели весьма интересную технологию. Это диафрагма, построенная на базе жидких кристаллов. Собственно, вы видите здесь, вот она, маленький девайс, стеклышко. Это, собственно, жидкокристаллический дисплей, прозрачный. И, будучи установленным в камеру, он заменяет обычную диафрагму механическую. В чем преимущество такого решения? Во-первых, нет механических деталей, и, например, она не может замерзнуть. Во-вторых, как вы знаете, при закрытии диафрагмы меняется глубина фокуса. Здесь такой проблемы нет. Диафрагма закрывается, открывается плавно, и не происходит глубины изменения фокуса. Ну и, соответственно, в какой-то степени, так сказать, это заменяет электронный затвор. Ну, не в какой-то степени, естественно, это заменяет электронный затвор. Вот здесь мы можем на видео видеть сейчас включенный электронный затвор. Мы видим засветку символов, и если мы включим вот эту вот самую диафрагму на базе жидких кристаллов, то мы увидим теперь символы более четко. На другой стороне, эта же компания, HTCN Interparated, нашла другое применение жидким кристаллом. Давайте посмотрим. Собственно, здесь они используют жидкие кристаллы для того, чтобы переключать камеру между дневным и ночным режимом. То есть сейчас мы видим дневной режим, и, соответственно, А, да, минимум идти. Еще будто. Извините. Можно ли я подключить дневную модель? Корейский язык. Ага, Day Night. Окей. Вот с помощью жидких кристаллов переключается в ночной режим. И обратно в дневной режим. Все происходит очень быстро и без применения механических деталей. Конечно, такое решение, поскольку перед матрицей стоит всегда какое-то стеклышко, жидкие кристаллы это экран, стекло, то чувствительность такого решения несколько снижается. Но в некоторых случаях удобство может перевешивать. Спасибо за внимание.